Здравствуйте! В эфире программа «Диалог» и сегодня с нашим гостем будем говорить о подготовке к международному фестивалю хореографического искусства «Сожский хоровод». Присоединяйтесь и вы к нам! Петр Иванович Свердлов, директор Гомельской детской хореографической школы искусств, режиссер-постановщик массовых театрализованных представлений, заслуженный работник культуры Республики Беларусь. Родился в 1957 году в Будокошелевском районе Гомельской области. В 1982 году окончил Минский институт культуры по специальности культурно-просветительская работа. Однако работу в сфере культуры начал гораздо раньше – методистом Будокошелевского районного дома культуры в 1975 году. В конце 70-х, вернувшись из армии, руководил танцевальным кружком в Минском дворце культуры железнодорожников. Преподавал ритмику в школе. В Гомель приехал после окончания вуза, работал балетмейстером дворца культуры производственного объединения «Гомель Промстрой». В 1992 году возглавил коллектив этого учреждения. В 1998 году назначен директором городского центра культуры и досуга. С 2000 года работает директором Гомельской детской хореографической школы искусств. Если у вас есть вопросы к гостю программы, звоните по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Здравствуйте, Петр Иванович. Спасибо, что нашли время прийти к нам сегодня. Я вас поздравляю с началом нового учебного года. Уже начали занятия в школе? Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие зрители. Да, учебный год начался интенсивно. Мы уже сделали последний добор в школу. И на сегодняшний день у нас более 760 детей приняты в хореографическую школу. С какого возраста вы набираетесь детей? С 4 лет мы набираем ребят. И много сейчас мы создали групп подготовительных. 6 групп уже есть у нас в школе. Начальное обучение. Наверное, больше девочек и существенно. Ну, наверное, к сожалению, но это так, это факт. Сегодня дефицит ребят. Но и кто у нас занимается, они не обделили вниманием. И мы на них делаем огромную ставку. И получается хороший, успешный результат. Для того, чтобы попасть в хореографическую школу, достаточно ли только желания ребенка или, наверное, даже, что чаще бывает и у родителей, или здесь нужны какие-то способности ярко выраженные? Ну, я вам скажу, Оля, каждый ребенок, он талантлив, способен. Но надо уметь ребенка раскрепостить, дать ту возможность и определить в нем этот талант. У нас не бывает бесталантных детей. Бывает недопонимание, неумение работать преподавателю, учителю с детьми. Вот это надо признать. Конечно же, желание у детей, которое приходит, огромное. Конечно, не без наших родителей, которые способствуют этому развитию в хореографии и помогают нам. Ну, вот, благодаря всему, родителям и учителям, мы делаем детей краше, симпатичнее и выпускаем наше общество более зрелыми и умеющими любить искусство. Не только искусство, но и природу и все окружающее. Более гармоничными? Да. Отсев происходит? Естественно, бывает отсев. Ну, по разным причинам это может быть. По болезни бывает еще и от того, что теряется внимание желания ребенка. И вот здесь год-два, и мы определяем, будет будущее у ребенка или нет. Стараемся по возможности на первой стадии, ранней, определить способности этого ребенка и дальше вести. Или же говорим, мама или папа, будьте любезны, отправляйте, направляйте ребенка, может на рисование, может на музыку и тому подобное. Ну, ничто так не мотивирует, как успешность деятельности. Вот скажите, пожалуйста, был ли прошедший учебный год отмечен какими-то громкими успехами школы и коллективов? Да. В этом году учебном мы стали лауреатами международного конкурса. Это ансамбль образцовой диалоги и ансамбль золок. Поэтому мы всегда, когда едем на конкурс, мы уверены в том, что что-то, какую-то лидирующую позицию мы займем в том или в ином направлении в хореографии. Уверены в своих силах. Нужно быть уверенными. Чтобы победить, нужно быть уверенным. В культурной жизни региона ваши ребята принимают участие? Непосредственно принимают участие и активное участие принимают не только в городе, в области и в республике. Ни одно, я не побоюсь этого слова, ни одно мероприятие не проходит без участия детской хореографической школы искусств города Гомеля. Это отрадно. Слышать и говорить об этом. Потому что это реалии. Те, о которых мы должны говорить. Востребована школа и наши дети. Это радует нас. Конечно. А рассчитываете на ребят, да? Когда готовите какие-то и масштабные в том числе мероприятия для города или для области? Конечно же рассчитываем. Вот сегодня, я вам скажу, более 500 детей принимают участие в 8-м международном фестивале Соржевская караута. Более 500. И большая заслуга наших родителей, которые привозят, терпят нас, любят и привозят детей на репетиции, которые бывают и утром, и потом вторая репетиция вечером. Ну, нужен результат. И родители наши это понимают. И пользуясь случаем, я хочу сказать огромное спасибо нашим дорогим родителям за такое понимание и поддержку. Ну, а о подготовке к фестивалю мы еще далее поговорим. Пока хотелось бы немножко о школе и о учащихся колледж начала учебного года. Скажите, пожалуйста, за судьбами выпускников вы следите? Многие ли из них себя в будущем посвящают танцу? Ну, вот с 2000-го года, как образовала школа, с 2005-го пошли уже первые выпуски. И мы постоянно поступаем в вузы и СУЗы. Каждый год. Вот в этом году 5 ребят поступило. Три парня и две девушки поступили в колледж Соколовского на отделение хореографии. И две девушки поступили в Белорусский государственный университет культуры и искусств. И каждый год у нас вот мы армию творцов отправляем на дальнейшее получение высшего и среднего образования специального. А как обстоят дела с армией кадров, тренеров? Ну, мы рассчитываем, в первую очередь, на свои силы, на свои возможности. Ребята наши, заканчивая среднее учебное заведение и высшее, они приезжают к нам и продолжают вот то, что мы когда-то с ними начинали, обучали детей. Они продолжают вот это делать сейчас. И нас это радует, что любят, и мы привили любовь к хореографии, к танцу нашим детям. Ну что ж, тогда успешного учебного года вам и всем вашим учащимся. Вы много лет уже занимаетесь подготовкой самых зрелищных, самых массовых мероприятий. Есть ли такое шоу, замысел которого у вас уже созрел, а возможности его воплотить пока не представилось? Вот такое шоу мечты. Ну, вы понимаете, бывает так, что иногда спонтанно можешь сделать больше, чем ты как-то планируешь. Поэтому, конечно же, есть проекты, есть желание что-то еще масштабное создать. И я думаю, что в ближайшее время с поддержкой руководства города и области мы это сделаем. Ну, а каких культурных мероприятий не хватает областному центру? Ответы гомельчан на этот вопрос далее вы услышите из нашей постоянной рубрики «Есть мнение». В принципе, у нас очень много праздников, все концерты отмечают хорошо. Я не знаю, какие еще не хватает. По-моему, всего хватает. Вот мы, пенсионеры, хватает. И здесь у парки у нас сделаны танцы, танцы в субботу, воскресенье ходим. Это что главное для нас? Потому что дома что сидеть. А это сделано кому за 30. И в театрах тоже проводят. Я думаю, что хватает. Может, молодежи не хватает, а пожилым хватает. У нас есть фестивали, и достаточно таких, даже молодежных, допустим. Я люблю корейскую поп-культуру, и даже такой фестиваль существует в Гомеле. Я бы, допустим, по моему мнению, я бы пошла на фестиваль танцев, допустим. Мне это интересно. То есть в зависимости от интересов каждого. Танцоры должны быть иностранные или белорусские? Ну, есть хорошие в Беларуси танцоры. В Гомельске артисты очень приятно, хорошо выступают. Поэтому, не знаю, как приятно, когда выступают, конечно, и белорусские, и из Минска, и из России. Я думаю, нормально, когда хватает белорусских. Всего хватает. По-моему, мне кажется, так. А нужно ли нам проводить какие-то специализированные, там, скажем, фестивали рок, фестивали джаз? Я не знаю. Я роком и не увлекаюсь. Мне как-то он, мне лично он не нужен. Ни рок, ни джаз переприятия. Ну, чтобы в Гомеле вообще-то сделали площадку такую открытую, чтобы молодежь могла выступить сама, без всяких фестивалей. Просто вышел, как вот раньше было. Кстати, раньше было в Гомеле. Площадка, и вон там было около этого самого, сверхгромыка, там была площадка открытая такая. Молодежь выходила, там была аппаратура уже стояла, они выступали. Там и рок, там и джаз, там и все что угодно. Свободно выходишь, выступаешь. Есть же танцевальный фестиваль, вот я знаю, постоянно в Гомеле проходят. Но вообще, да, хотелось бы побольше концертов именно на открытых площадках. На данный момент вижу, что их вообще хватает довольно-таки. Я даже не могу сказать, чего не хватает. Сейчас так все насыщенно, что поют, танцуют, занимаются спортом. Мне так вообще все нравится. Посмотрите диалог, мы работаем в прямом эфире. И у нас есть телефонный звонок на линии. Алло, здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, Петр Иванович. Ветеральный Уварович вас приветствует. Мы рады за ваши успехи и благодарны, что вы не забываете родные Увары. И помогаете нашим танцорам добиваться успехов. И вам так держать новых успехов на благо Беларуси. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Петр Иванович, давайте обсудим увиденное. Конечно, интересы, вкусы и потребности у всех людей разные. Но если судить по интересу аудитории, то что сейчас пользуется популярностью? Что сейчас модно? Ну, я вот немножко посмотрел интервью. И аудитория разношерстная. И вы видите, все говорят, что всего хватает. Это радует. Это радует, что наша аудитория обеспечена как бы и более пожилые люди, и молодежь. Имеют возможность посетить те или иные учреждения культуры, где получили бы все, что они хотели бы. Но, на мой взгляд, мне еще кажется, что можно было бы развивать джазовое направление. Оно необходимо. Прекрасная музыка, где джазовые фестивали имеют место. Мы проводим. Мы проводим в городе и в области такие фестивали. Но их как-то надо, мне кажется, укрупнять, создавать более объемнее. Вы посмотрите, сегодня духовые инструменты уже не так пользуются популярностью, как это было раньше. Я понимаю, время другое. Но труба – это сегодня редкий инструмент. Волторна, виланчель – это уже как бы струнно-смычковые. Но, тем не менее, привлекая, создавая вот такую форму, такие направления, мы на планку можем поднять уровень наших музыкальных коллективов. И вообще, в целом, вот это направление. Поэтому, мне кажется, можно было бы подумать еще. И воспитывать вкус. Да. Публики в том числе. А то, что редко, то как раз и должно быть наиболее ценно. Да. И наиболее дорого, как уникальное явление. И сегодня крупные города идут уже по этому пути, организуются такие вечерние, как правило, концерты на улицах. Хотелось бы, конечно, увидеть подобное и в Гомеле. Международный фестиваль хореографии «Сорский хоровод» – один из культурных брендов города Гомеля и нашего региона. Уже на следующей неделе он состоится. Параллельно будет проходить День города. Успели ли подготовиться? Ну, Оля, я немножко хочу еще добавить. Вы говорите, что это бренд нашего региона. Нет. Не региона, а всей нашей страны. Всей нашей республики. Потому что это ведомый фестиваль. И он уже себе зарекомендовал. И занял определенную крепкую нишу в этих фестивалях и праздниках. Поэтому, я думаю, это будет правильно. Но, конечно, мы же готовимся к этому фестивалю не один день. Начиная с начала 2016 года, мы уже приступили к каким-то композициям, к каким-то направлениям в открытии. И таким образом работали с творческими коллективами, которые сегодня у нас приглашены. И поэтому ждем только 16 сентября. О том, как город готовится к проведению фестиваля и своего дня рождения, у нас есть сюжет. Внимание на экран. О том, что всего немногим более чем через неделю центральная площадь Гомеля станет одной из площадок празднования Дня города, сегодня практически ничего не напоминает. И вместе с тем, это уже решенный вопрос. На несколько дней город превратится в настоящий круговорот ярких, незабываемых событий и мероприятий. Концертов, шоу, программ. В праздничных мероприятиях, а это не только непосредственно День города, но и международные фесты, хореографического искусства и бальных танцев, примут участие лучшие профессиональные исполнители коллектива из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Особенно насыщенной будет субботняя программа 17 сентября. В этом году у нас и фестиваль национальных культур, и фестиваль, естественно, белорусской культуры, потому что мы гостей встречаем на своей гостеприимной земле. И я думаю, что мы попытаемся удивить всех жителей, потому что абсолютно каждый возраст найдет себе применение на праздниках, начиная от площади Ленина и заканчивая площадью Восстания. Это дневной и утренние часы. Естественно, в вечернее время мы переходим в район и всех приглашаем на наш седьмой международный фест театров огня на новую набережную, где состоится в 22.00 и основной фейерверк праздничный. Практически на все мероприятия, проходящие в рамках Дня города, вход будет бесплатным, за исключением нескольких. Только по билетам можно будет пройти на концерт Московского театра танца «Гжель». Платными будут и все выступления турнира «Золотая рысь». Средняя цена билета – около 10 деноминированных рублей. Однако здесь действительно будет на что посмотреть. Так как мы подняли рейтинг мероприятия, то уже заявили те коллективы, которые в топе 10 лучших в России, в топе 50 лучших в мировом первенстве чемпионатов. И учитывая, что заявки поступают, я думаю, что и возрастной ценз от 4 до 60 мы расширим и увеличим количество престижных пар. По словам организаторов, нынешний День города станет настоящим подарком для всех гомельчан и гостей. При том, что основная цель его проведения останется все-таки прежней. День Гомеля – это настоящий форум единения народов. Тем более, что кроме творческих коллективов, в властном центре ожидаются еще и делегации из городов-побратимов. На День города мы пригласили все делегации из городов-побратимов, которые у нас в настоящее время 31. Подтвердили уже 8 делегаций. Это из Сербии, Грузии, Польши. Кроме того, из трех городов Российской Федерации – это Ульяновск, Горостов-на-Дону, Магнитогорск. А также из Украины – это Словенский район Киева и Чернигов. То есть мы пока уже точно знаем о прибытии 8 делегаций и ожидаем еще, что, возможно, нас порадуют и другие наши города-побратимы. Центральный стадион Гомеля станет главной площадкой Сожского карагода в пятницу 16 сентября. В 20 часов здесь начнется церемония открытия праздника. На время концерта на поле установят специальные деревянные настилы, что позволит сохранить газон. Пока же репетиции проходят на различных площадках города. Студенты Гомельского госуниверситета в эти дни учатся двигаться колоннами и выполнять различные элементы с флагами. Не все получается сразу. Однако, если быть внимательным к наставлениям режиссера-постановщика, все оказывается не так уж и сложно. Не очень тяжело, потому что мы, ребята, все понимаем, проходили строевые упражнения и тому подобное. Довольно легко. Как ожидается, участниками церемонии открытия станут около 3000 человек. Пока все нюансы не раскрываются, интрига будет сохраняться до самого начала мероприятия. Однако доподлинно известно. Удивлять зрителей планируется как экзотическими африканскими танцами, так и современной беларусской хореографией. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях сегодня директор Гомельской детской хореографической школы искусств, режиссер-постановщик массовых театрализованных представлений, заслуженный работник культуры Беларуси Петр Свердлов. Петр Иванович, Ваша задача как режиссера – это каждый раз предлагать что-то оригинальное, уникальное и не повторяться. Вот какой будет концепция открытия на этот раз? Ну, учитывая год культуры, мы за основу взяли нити. Нити, переплетающие в единый клубок, в единую гамму цветов. И мы решили языком пластики воплотить вот эту идею. И здесь очень важно найти ту сюжетную линию, которая бы была доступна нашим гамильчанам, чтобы она читалась и была интересна по-своему. И я думаю, что нам это удалось. Вам бывает страшно быть непонятым зрителем? Я думаю, что я не думал об этом никогда. Лишь потому, что всегда, когда делаешь любое действие, ты должен это делать осознанно, оправданно. Мы должны знать основы основ режиссера. Мы должны знать, от чего отталкиваться. Мы должны сделать так, чтобы наша композиция или блок хореографический, или театрализованное этого действа, представление, она читалась как книга. И когда мы видим логическое построение и его завершение концептуально, тогда мы говорим, что праздник удался. Мы должны всегда об этом думать. И никогда не бояться этого, а идти правильно. А всегда ли это ваше внутреннее ощущение совпадает с теми отзывами, которые вы получаете? Или вы об этом тоже не думаете? Нет, мне не безразлично мнение того или иного человека, который скажет. Я, конечно же, прислушиваюсь. Но свежая основа у меня есть, и она такая для меня убедительная. А убедительная тем, что, зная, вот, как таблицу умножения, зная основы основ, я должен на это опираться. Иногда мы должны просто и воспитывать нашу аудиторию. Это очень важно. То есть все-таки это не только чистое творчество, но еще и логика? Да, это обязательно. Без логики никак, никуда. Спасибо, у нас есть звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста, ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Вы уже в эфире. Здравствуйте. Вас беспокоит Вера Николаевна, пенсионерка из города Гомеля. У меня такой вопрос. Подскажите, где можно купить билет на открытие Совско-Закаравода, на стадион? Спасибо. Ну, билеты продаются в центральных кассах города Гомеля. Это городской центр культуры и Гомельской областной филармонии, а также общественно-культурный центр на Ланге. Вот там вы можете приобрести билеты. Петр Иванович, продолжим. Будут ли использоваться какие-то спецэффекты? Публика сегодня избалованная, и она хочет зрелище яркое. Да, но каждый раз мы чем-то наших гомельчан удивляем. И этот раз мы решили удивить огромным светодиодными спецэффектами, которые будут установлены на северной части трибуны. Это светодиодные сетки высокого разрешения, где будут в формате 3D показывать видеоинсталляции о открытии фестиваля этого. И я думаю, это будет зрелищно, эффектно. Также мы подкрепляем и лазерные спецэффекты, световые. И помимо этого всего, 680 квадратных метров будет услан помост белый, для того, чтобы мы могли показывать, демонстрировать тоже световые спецэффекты согласно нашей концепции. Если эта красная нить пролетает через все футбольное поле, сценическую площадку, то на этом помосте танцевальном будет, конечно же, красная нить проложена полностью, дополняя логическую мысль той задумки, которая должна быть. Очень важно, чтобы вся команда здесь сработала слаженно и синхронно. Иначе можно нечаянно эту нить даже разорвать каким-нибудь действием. Скажите, пожалуйста, как вам удается удерживать на себе внимание социальных людей при подготовке? Потому что задействовано огромное количество человек. Но, Оля, здесь простая арифметика. Я вам скажу, если человек умеет, может управлять, разговаривать, и его слушает 5 человек, то уже тысячи участников, это уже не имеет значения. И на этом не надо никогда зацикливаться. Если ты уверен и логически выстраиваешь, и собеседник, а то бишь режиссер интересен, то не будет никто не отвлекаться, будут слушать и будут делать все то, что поставлена перед ними, какая-то та или иная задача. Вот и все. Простая арифметика. Спасибо. Поговорим о хореографии. В этом году количество участников должно стать рекордным. Для фестиваля более 20 государств выразили интерес к этому предприятию. 24 государства уже сегодня зарегистрированы в штабе фестиваля. Это как ближние, так и дальние зарубежи. Италия, Испания, Америка, Прибалтика, Франция, Сербия. И много можно перечислять. И география вот этого 8 фестиваля, она намного расширена, чем было на 7 фестивале. Это радует. Значит, интерес и потребность к этому фестивалю растет. И я вот помню, в 15-м году, в декабре, в ноябре месяце, очень много поступало звонков о том, что будет ли в 16-м году фестиваль «Сорский карагод». И мы говорили, да. Вот. И люди хотят приезжать, хотят смотреть и показывать свое искусство. Это приятно, когда к нам хотят приезжать, хотят попасть в Гомель. Ну а чья танцевальная школа сегодня считается самой сильной в мире? Ну, вы знаете, Оля, так как бы сказать, что и делить, ставить на чашу весов, какая лучше, какая хуже, я бы не стал. Вся хореография, она везде по-своему интересна и своеобразна. И как только ее можно подать, вот под каким соусом, вот это очень важно. Бывает иногда интересная и, на мой взгляд, вот хореография африканских стран. Экзотика. Очень интересные, самобытные танцы. И у нас наша аудитория не избалована. И это радует глаз, и поэтому нельзя сказать, что это плохо. И мы должны общаться с традициями и культурой того или иного народа. Это мы обогащаем себя этим самым. Вот. Франция очень хорошо проявляет и показывает себя в современной хореографии. Италия в бально-спортивном танце. Хорошие пары в Америке, в Англии. Вот они будут принимать в турнирах бально-спортивного танца. И это прекрасное зрелище. Это вот такая сказка, где наши гамильчаны и гости должны побывать и посмотреть. А гамильчане сегодня могут составить конкуренцию? Ну, мы надеемся и рассчитываем на то, чтобы наши коллективы из города и области были как-то отмечены. И поэтому я не буду как бы загадывать, но хочу сказать, что достойно примут участие наши коллективы. И я уверен, что будут иметь успех и займут призовые места. В конкурсе ведь несколько номинаций в конкурсных программах. Скажите, пожалуйста, в каких из них наиболее складывается такая жесткая конкуренция? Ну, жесткая конкуренция это в современной хореографии. Вот здесь есть несколько направлений. И нужно нам найти вот так тот главный стержень, где бы мы не обидели коллективы и руководители, те, которые показывают балетмейстерские работы. Поэтому вот там будет очень тяжело. И в народно-сценическом танце также имеет место хорошая конкуренция и борьбы. Но я вам еще, Оля, скажу больше. Мы в этом году решили еще независимые альтернативные жюри создать из числа наших руководителей. А это значит, помимо профессионального жюри, которое будет работать, все руководители будут принимать участие и давать оценку каждому коллективу по десятибальной системе. И вот здесь, суммируя альтернативные, независимые жюри из числа наших руководителей и профессиональные жюри, мы будем суммировать и выносить уже определенную точку зрения и успех того или иного коллектива по двум этим позициям. Считайте, что так будет более объективная оценка? Это более объективно и более демократично. Ну, вообще, наверное, если речь идет о конкурсе, то не обидеть кого-то все равно не удастся, потому что всегда есть победитель, есть побежденный. Вообще, насколько эта среда танцоров, ну, демократичная, что ли, лояльная друг к другу? Или она такая же, как спортивная, жесткая, бескомпромиссная? Ну, когда принимают участие исполнители и они соревнуются, внутреннее состояние, они, конечно, переживают и они, конечно, каждый считает, что он краша, симпатичнее танцует, более образно, более технично. Но это мнение каждого исполнителя. Но, тем не менее, вот на моем опыте я никогда не видел, чтобы как-то были агрессивно настроены друг против друга. Все стараются как-то поддержать. А как же вот эти вот предрассудки о стекле толченном в балетках? Ну, я не говорю сейчас, конечно, о сошском хороводе, я говорю скорее о тех мифах и легендах, которые существуют. Ну, это, Оля, это были такие частные явления, это редкая такая форма, я бы сказал. Это конкуренция в среде своих исполнителей, своих сотрудников. То есть, когда конкуренция идет в одном коллективе? Да, за прима-балерина, та, которая считает, что она лучше, краше исполняет. А там, где все приехали выступить в город, там, в общем-то, все друзья... Все в одинаковых условиях, они соревнуются, и нет такого распри, нет такого непонятного диалога. Есть нормальное понимание друг друга, переживания, и это нормально. Ну, в конечном счете, задача общая сделать шоу для зрителя. Сделать праздник для себя и для жителей города и гостей. Потому что для зрителя все это и устраивается, все это происходит. Показать себя и на других посмотреть. Ну, как раз посмотреть мы сможем на Московский академический театр танца «Гжель» еще и ко всему прочему. Он привезет свою программу в Гомель. Вам знаком этот коллектив? Да, мы лет 15 назад впервые познакомились в Мюнхене. Я тогда выступал в Германии. И я не знал тогда раньше этот ансамбль. Он сейчас академический, национальный. А тогда просто был ансамбль танца «Гжель» из Москвы. И он тогда для меня произвел такое неизгладимое впечатление. Во-первых, оригинальные костюмы, построение, музыкальный материал. Он стилизован. Музыка народная, она так стилизована, обработана. И в новом веянии, в новом духе. И это так было свежо. И вот этот раз мы уже решили, а почему бы нам не пригласить ансамбль «Гжель» к нам на фестиваль. Было мнение или ансамбля Моисеева, или «Гжель». Ну вот остановились пока на «Гжель». Я думаю, что наши гомельчане не разочаруются в выборе. И если придут и посмотрят, это прекрасный коллектив. Яркие костюмы, синхронное исполнение, качество великолепное. Молодежь, энергичная. Присутствует динамика в программе. Будет зрелищно и интересно. Тем, кто интересуется танцами, стоит посмотреть на работу этого профессионального рейтинга. Не стоит, а нужно. Нужно, обязательно. Хорошо. Одна из составляющих фестиваля – это турнир по спортивным бальным танцам «Золотая рысь». Вот какой у него сегодня рейтинг? Но турнир, вы понимаете, бально-спортивный танец – это классика международного масштаба. Вы понимаете, приезжают уже на этот турнир лидеры своих стран в своем классе. И там будет борьба такая ожесточенная, азартная. И она захлестывает, и они друг друга как бы поддерживая и стремятся показать наивысший пилотаж в исполнении бально-спортивного танца. Это зрелищно будет и интересно. Красочно. Динамично. Много экспрессии. Много таких… Каждый исполнитель, он индивидуален, и он привозит с собой какую-то индивидуальную такую свою фишку в исполнении. И это видно будет по направлению каждой пары. Стоит нашим гомельчанам обязательно прибыть на этот праздник. Я считаю, это праздник и на это шоу, где бы они получили истинное наслаждение. Наши коллективы, опять же, наши пары, насколько успешно выступают? Ну, в этом классе наши пары как бы не выступают, но они активно принимают участие и в открытии, и в закрытии, и в других как бы таких классах. Поэтому наших гомельчан порадуют и наши исполнители. Я надеюсь, это будет так же. Ну, очень бы хотелось, конечно же, мне как представителю прессы, чтобы все-таки победа была за нами, чтобы какое-то призовое место, чтобы какой-то коллектив громко очень о себе заявил и прозвучал. Будет очень приятно. Ну, а что еще интересного можно будет увидеть в рамках празднования Дня города? В рамках празднования города я бы посоветовал прийти в субботу в 15.00 в городской центр культуры на мастер-класс. Это я приглашаю именно наших руководителей города и области принять участие и посмотреть, как работают профессиональные мастера в направлении современной хореографии, народно-сценической хореографии, как работать с материалом, как его развивать, какое должно быть бережное отношение к лексике. И это просто для наших будет хорошая подспорье и находка. Поэтому я приглашаю наших хореографов принять активное участие в мастер-классе. Что касается 17-го числа, то в Общественном культурном центре будет уже подведение итогов, и мы увидим победителей фестиваля «Сожский карагод», где будет показано лучшее концертное хореографическое произведение тех или иных коллективов. Все, кто принимал участие, поэтому я приглашаю всех принять участие в заключительном фестивале. Петр Иванович, какой бы любимой творческой ни была ваша профессия, все равно в ней есть место стрессам, трудностям, конфликтам. Вот как себя держите в форме, как себя подбадриваете и настраиваете на успех? Есть какой-то секрет у вас? Секрет один. Нужно уметь, ну, по возможности, правильно работать. А правильно – это распределять свои силы, грамотно ставить точки в работе, грамотно, профессионально. Тогда не будет стрессов, тогда не будет недоразумений. Тогда вы будете просто работать, приходить на работу и получать от работы истинное наслаждение, потому что вы правы, вы делаете это интересно, с любовью и со вкусом. Вот эти все качества должны присутствовать у любого нашего человека, гражданина. Тогда у нас будет общество интересное и краше, симпатичнее, и не будет у нас никаких стрессов. Мы будем радоваться жизнью и своей работе, которую мы любим. Спасибо всем, можно только этого пожелать. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Оля, за то, что вы пригласили на прекрасную беседу. Директор Гомельской детской хореографической школы искусств, режиссер-постановщик массовых театрализованных представлений, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Петр Свердлов сегодня был у нас в гостях. Спасибо за внимание и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин